всем привет привет сегодня решила сделать в таком формате расклад поэтому не удивляйтесь что-то последнее время мне все больше и больше хочется делать именно в таком формате почему потому что хоть такой период моей жизни когда мне стало лень как-то прихорашиваться до для того чтобы выходить в экран вот как-то не знаю какой такой период вот поэтому мне проще показывать руки но но это этап да то есть это не конечный как говорится результат да такое вот у меня бывает вот я всегда говорю о том что я эмоциональный человек сегодня я одна завтра я другая то есть вот прямо сказать что сто процентов я буду в таком формате либо в другом не то в этом наверное скорее всего и прелесть как я считаю для себя до быть все время гибкой пластичной вот по настроению как идет так идет значит что мы с вами будем делать сегодня расклад позиции выбираете расклад который называется осознаете ли вы насколько вам везет в чем ваша удача то есть о чем это будет расклад о том что ну каждый знает в чем ему вообще везет по жизни да в кому-то может быть везет в том что он всегда находит выход из любой ситуации да либо человек который умеет завязывать важные необходимые связи с нужными людьми либо кто-то всегда находит нужную работу либо выходит сухим из воды и так далее то есть вот в таком контексте удачи да мы будем смотреть сегодня вот сначала посмотрим насколько вы осознаете что вы удачливые да потому что удача она не только финансы и потом посмотрим вот в чем ваша удача вот хотел сказать сделаю короткий расклад но боюсь зарекаться ладно отодвигаем пока эти две позиции позиция номер один голубенький камешек я поставила сегодня камеру таким образом что чтобы у вас не было зеркального отражения вот и так а осознаете ли вы насколько вам везет аркан звезды да да вы могу сказать да что вы понимаете что вы такой звездный человек что ваши мечты они реализуются причем знаете вам везет не по крупному просто потому что вы есть какие-то ограничения рамки до вашей голове которые ну не дают вам как-то вот хоть сказать выиграть по крупному неважно в чем но по мелочам вы считаете себя действительно удачным человеком там не знаю это может быть там место на парковке либо куда-то там опаздываете что-то подшаманили как-то по визуализировали что-то придумали в это случилось то есть вот в таком контексте да не не по крупного как-то не папа по мелочам и это связано с одной стороны с вашей силой а с другой стороны с вашей верой то есть вот почему-то масштабные какие-то моменты вы в них не верите какие-то вот граб глобальные какие-то цели мечты вот вы в них почему-то не очень-то и верите поэтому вы не можете себя назвать удачником везунчиком в этом плане а с другой стороны здесь вопрос силы он зависит от того что вот как-то не дотягивает вот мало силы мало внимания мало энергии вы вливаете в то что вы хотите скорее всего вот поэтому что такое большое крупное не реализуется если мы говорим в контексте ваших желаний каких-то теперь давайте посмотрим в чем ваша удача вот ваша удача до семерки кубков знаете это связано как-то с выбором и предложениями то есть вот такое ощущение что вот вы о чем-то подумаете да меньше хорошо бы пойти куда-то учиться и вот вы только об этом подумаете сразу видите какие-то подсказки на предложенные вот скорее всего предложение на вашу тему обычно обычно так устроена реклама во всех наших гаджетах в телефонах в планшетах и так далее так далее да есть прослушка всем и это известно это не новость и на основе этой прослушки нас выстраивается реклама да то есть стоит вам только голосом сказать что там я не знаю хочу купить поменять матрасы для себя вы станете замечать что все больше и больше вам предлагается рекламу именно на этот момент вот но здесь примерно а о том же самом только в это нигде никому не озвучивать это есть вашей главе и вот там подслужка прослушка скорее уже вселенной идет они каких-то систем и структур то есть есть такое вот о чем-то там что-то представили себе в голове там я не знаю что-то мне давно цветы не дарили да либо я хочу там букет каких-то конкретных цветов вот хорошо было бы да и вот представили себе и потом как-то вот я не знаю может быть на следующий день может быть как-то там через два-три дня что такое происходит либо вам цветы дарит либо какие-то открытки с этими цветами вам приходит либо какие-то смайлики с вами к вам приходят с этими цветами и это не связано с тем что вы это начали замечать а это действительно как-то реализуется только она может быть не всегда реализуется так как вы хотели например хотите живые цветы а вам могут подарить например искусственный да и казалось бы ну вот же цветы но немножко другой формат то есть вот такой вот момент тоже может быть и чем еще ваша удача удача выборе да то есть может быть вы что-то хотите и у вас появляется то есть вы замечаете либо какие-то акции либо какие-то скидки либо какие-то возможности на то что вы хотите там я не знаю хотели например заказать какой-то расклад до у торолога к примеру у меня и ну не хватает допустим денег и тут получается такой момент что я провожу акцию за более меньшую сумму да на тот же самый вопрос и вы о классно я хотела краски пройти на личную консультацию да только это будет не консультация а это будет вот блиц блиц расклад да там например на 10-15 минут вот повезло повезло вот что-то здесь в таком формате да то есть какие-то предложения какие-то скидки я не на горящие какие-то путевки что-то хотите купить и увидели там не знаю на каком-то сайте там кто-то что-то дарит из того что вам необходимо вот здесь такие моменты могут быть в чем еще ваша удача в чем еще ваша удача здесь прям хочется сказать да удачно по фантазировал удачно помечтал в чем еще ваша удача знаете странно может показаться до пятерка педаклей но удача вашей утрате то есть когда вам кажется что какой-то человек ушел из вашей жизни дали бы вас лишили там не знаю какой-то работы либо ну вот элементарно до заболели и удача здесь может быть в том что вот этой болезни да как этот не не было бы неудачи да удача помогла вот что-то такое то есть заболели нужен врач до этого его искали 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 не могли найти а тут вот как только заболели сразу к там нашли этого врача либо у меня почему-то такое показывает не знаю как странно идет человек значит как-то подскользнулся и казалось бы ногу вывихнул либо вывернул и такое неприятное ощущение но вот когда упал упал да падал там я не знаю упал на какую-то купюру денег вот как какой-то вот такой момент да то есть в каких-то неудачах каких-то кризисах вы можете выйти победителем уволили например с работы попали под сокращение и вот казалось бы кому-то это вот как-то негативное а вы например вам за это выплатили какую-то там не знаю неустойку а вам эта сумма как раз не нужно на что-то на что-то необходимо то есть вы через какую-то утрату через какой-то кризис там не знаю шел какой-то человек из вашей жизни вы очень переживаете очень волнуетесь за расставание особенно если это касается отношений и вдруг сразу неожиданно появился тот человек который вам необходим то есть то с которым вы действительно сможете выстроить серьезные отношения вот если бы этот не ушел до другого бы не появилось вот здесь какие-то лишения но эти решения во благо вам идут вплоть до избавления от лишнего веса но этот лишний вес он как-то вот во благо не знаю там какая-то акция там собирает например людей на какую-то новую практику технологию проверить насколько вы сможете там сбросить лишний вес ну там есть на выборка какая-то статистическая нужна и попадает вот как краски либо предложение получаете вы а вам кажется что вот я краски на днях хотела там куда-то записаться да вот как-то похудеть и гоп вас как-то неожиданно так приглашает то есть вот в минусе есть какой-то плюс вот какая-то польза вот в этом вы удачники давайте еще посмотрю на колоде который я не очень люблю это театр кукол не люблю но работаю с ней изредка да это же такой забавный момент почему я ее не люблю потому что я ее не понимаю вот мы как-то с ней самого начала не не сроднились не сроднились но посмотрим в чем ваша в чем ваша удача открытость здесь знаете еще как может быть не знаю встретили с каким-то человеком доверились ему вот как-то открылись да причем открылись не в плане того чтобы поплакать в жилетку а ну вот просто беседа так привела и вот вы сказали том что не знаю двери на балконе сломалась и вот нет мужика в доме вот прямо не знаю кто мне сможет это починить и с человеком который вы ему говорите он гортой а ты знаешь у меня вот есть приятель там я не знаю муж на час либо еще что-то и она находит вам необходимые контакты да вот здесь такое то есть удача она идет через открытость вы когда вы открываетесь открываетесь миру когда открыто говорите а не знаю о том что вы хотите либо заявляете об этом причем делайте это и состояние именно наполненностью как-то знаете без какой-то задней мысли без выгоды просто вот о чистом сердце хочется сказать да и это открытость она идет вам во благо в чем еще ваша удача пятерка эмоций до всплеск интересно что здесь мне не идет никакая информация сейчас секундочку попробую прочувствовать здесь вот такое знаете чувство как будто бы соломку подложить вот иногда так получается причем это делаете не вы а это делает как будто бы вселенная за вас то есть удача она заключается в том что вот как-то ваши падения удары судьбы одни смягчаются вот знаю как это можно объяснить как будто бы вот вселенная сама дает вам какие-то даже это не подсказки нет а вот как-то соломку подкладывает да чтобы хочешь сказать если падали то падали мягко да вот здесь как-то так но сухими выходили из воды да нет здесь не про это здесь вот как раз чтобы ты на соломку соломку подселить вселенной как будто вот не знаю в каких-то моментах как будто у вас на руках ведет несет скорее всего вот проносит вас на руках действительно когда какие-то трудные моменты вот если для кого-то это был бы этап испытаний вот вас как будто бы не знаю за какие-то благие действия намерения вот вас как будто бы несет на руках вот переносит я знаю через через какую-то реку через эмоции эмоции мне показывает вода мост какой-то да вот то есть какой-то пост вас переносит вот прям на руках несет надо чисто метафорично но надеюсь вы понимаете так это вот такая у меня была первая позиция пишите единички как и что так вторая позиция красный камешек смотрим колода посыпалась у двоечек они уже ждут что там что там сейчас все расскажу двойки дам осознаете ли вы насколько вы везучий человек если у вас осознание осознание есть но вот не хочу сказать здесь знаете как-то 50 на 50 то есть здесь не осознание здесь скорее всего понимание и это понимание она приходит как как сатисфакция по по потому как уже что-то свершилось то есть вот до этого до либо до какого-то момента удачного либо в процессе вы это не всегда понимаете что это была удача тут как будто бы когда уже что-то свершилось тогда вы как-то вот анализируйте что ли я создаете что да это вот все-таки была удача ну ка еще раз осознаете ли вы насколько вам везет нет почему ну вот смысле нет смысле того что в сам процессе вы этого не осознаете потому что полностью поглощены какими-то своими эмоциями да то что с вами происходит вот в этом краске причина что нету осознание в моменте есть вот как постфактум да после того когда уже это случилось когда эмоции улягутся вы тогда только понимаете осознаете даже не осознаете именно понимаете потому что осознание это это намного глубже это знание которые применены на практике да тогда уже вот идет вот это вот осознание а здесь вот именно на уровне интеллекта пока идет то есть нету нету вот ощущение что я получила это как опыта что вот 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 теперь я это глубоко уверивала в вид в это да то есть не здесь вот как-то понимание как-то более поверхностно идет так смотрим в чем же все-таки ваша удача да где в чем вы удачливый на солнышко смотрите во первых вы удачлива по своей природе да то хочется сказать что окон солнце это всегда про удачу на самом деле вы их может быть не понимаете да не осознаете но сто процентов вы действительно удачливый человек силу своего характера когда вы находитесь на позитиве да либо по крайней мере вот где-то от уравновешенного состояния в сторону позитива да вы идете тогда вы это вот как-то можете ощущать удачу к вам может прийти в контексте дорогих подарков либо здесь вот как-то что-то еще привязано на деньги либо это может быть какое-то вот энергетическое наполнение удача я не знаю может быть если вы организовываете какие-то праздники мероприятия особенно если это касается вашей профессиональной сферы да то вот прям либо кто занимается фотографиями да вот почему-то мне так пошло не за как какие-то вот удачные снимки мне показывают что вы делаете удачные снимки и люди остаются довольны а снимки вы делаете удачные я объясню почему потому что вы как будто бы улавливаете нужные какие-то эмоции вот прям бывает так иногда когда знаете человек не специально стоит перед камерой а вот ролики иногда бывает так в интернете показывают фотографах уличные да которые вот прям стоят на улице люди проходят они просто фотографируют вот такие классные да как профессиональные снимки получают то есть им удается уловить какие-то детали эмоций вот если это в контексте вашей профессии либо хобби да то люди замечают то что у вас прям вот так хорошие такие снимки идут прям вот вам удается передать либо если это картины да то вот они какие-то такие живые то есть реалистичные то здесь направление допустим там не сюрреализм а вот реализм какой-то да вот прям знаете и бывает художники рисует вот такие настолько реалистичные картины да например там пожилой женщины у него вот каждая морщинка прорисована и вот и кажется что вот она живая да вот здесь какие-то такие моменты проходит еще в чем может быть да ваше везение может быть так что вам например каким-то образом повезло с детьми не знаю то ли вы умеете завязывать какие-то связи вас любят дети связями виду подружиться с детьми и вот животными да здесь вот такое тоже может быть да то есть ну животные ко мне стремятся вот причем знаете как вы это понимаете когда вы идете по улице вот вот именно вам попадется какой-нибудь там израненное животное да либо с ним что-то случилось вот именно вы его заметите да и она именно на вас смотрит здесь еще почему-то мне идет лошадь да вот какая-то любовь к лошадям любовь к лошадям идет не знаю почему а может быть если бы вы играли да как игроки то вот именно ставки на лошади эти лошадиные бега вот выигрывали бы либо вообще просто любовь к лошадям идет такие знаете вот почему-то коричневую лошадь показывает может быть у кого-то есть желание что-либо кататься на лошадь все время у меня на вторую позицию вот у меня какие-то такие очень яркие картинки в ясновидение проходит сейчас немножко не в тему но в любом случае да вот либо здесь желание покататься на лошади либо приобрести лошадь либо у вас есть лошадь либо это тотемная ваше животное лошадь вот что-то здесь слушайте потому что я вижу знаете ваши руки вот как-то человек мне показано вот так вот спиной стоит скорее всего даже лицо да и вот вот так вот лошадь так лошадь а вот так его лицо и он как-то на лицо лошади нагнулся и а лошадь так вот как-то свою голову нагнула неровно вот именно нагнула и вот я вижу глаза этой лошади такие прям знаете живые живые то ли плачет лошадь то ли что вот что-то такое не знаю в чем еще ваша удача а про детей дату что я сказала вот если вы родители возможно кому-то просто мне здесь идет такое знаете вот повезло с ребенком не знаю правильно ли это говорить неправильно ну вы знаете бывает такой ребенок солнечный особенно если у вас есть дети с заболеванием даун их еще называют солнечными детьми вот это удача это не то что неудача да многие говорят что это заболевание такое а вот в вашем случае почему-то этот ребенок для вас он идет как удачи не знаю почему здесь повезло с ребенком вот он очень солнечным позитивные даже если этот ребенок он вот с какими-то отклонениями да почему-то не идет заболеваниями какими-то но вот этот почему-то для вас является удачей не знаю я как 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 это связано почему вот именно а болезненный ребенок не он является для вас удачи не я не могу это понять и объяснить но это показывает примете это как дар какой-то то есть не наказание а вот именно дар иметь вот такого ребенка кому-то из вас просто говорят что тебе повезло с ребенку такой вот спокойный радостный улыбчивый добрый открытый ну вот такое бывает хорошие дети опять же неправильно так говорить знаю но я просто это чтобы вот для для понимания для описания это говорю это не то что я оцениваю не люблю вообще оценки но чтобы было понимание то есть два и такие дети которые не создают никакой трудности для воспитания для своих родителей прям удовольствие обычно это знаете особенно если это первый ребенок гортой вот если вот такой ребенок то я готова там рожать и и 5 и 10 как говорится если вот они вот все вот такие вот здесь тут такое хорошо в чем еще ваша удача в чем еще ну здесь может быть удача связанная знаете как то особенно если вас творческая профессия как-то удачно удалось монетизировать свое желание в контексте профессии там не знаю опять же таки если мы говорим про скульпторов художников все такое вот знаете как-то с душой создали что-то и удалось это хорошо продать это а может быть разовая какая-то опция да это не всегда эти продажи но вот как-то вот знаете неожиданно вы в это не верили а это кому-то понравилось и причем человек заплатил очень большую сумму такое тоже может быть а может быть удача в профессиональной сфере вот причем это не на постоянной основе вот здесь вот в вашем случае удача на какая-то разовая как разовая какая-то опция королева кубков королева кубков удача знаете вот я могу сказать может показаться как-то странным но здесь вот удача на любовь не в личных отношениях не про отношения в общем а про то что вот вы скорее всего человек который способен на любовь вот в этом есть удача то есть скорее всего не все люди я так понимаю исходя из этой интерпретации что не все люди способны на любовь вот именно знаю и распознавать ощущать проживать вот ваша удача она как раз таки вот связано с любовью с одной стороны с другой стороны как-то вот привязана каким-то эмоциям то есть когда не знаю когда вы переполняетесь любовью до наполнена этим состоянием тогда возможно все складывается вот наилучшим вариантом для вас вот как-то так тоже может быть такая привязка ну-ка я посмотрю теперь на этой колоде театр кукол что нам тут скажет скажите а то кукол в чем ваша удача ожидание знать когда ожидание такая а когда здесь даже не знаю как когда вы ожидаете это что-то случается либо наоборот когда вы не ждете скорее всего когда вот ваша удача в том когда вы не привязываете скорее всего в достижении какой-то вашей цели к чему-то вот вы не ждать какая-то нежданная удача неожиданная удачи нежданная причем опять когда вы находитесь в эмоциях да то есть вот здесь когда качается на качели королева кубка когда вот как-то вот переполняет вас эмоции как как какие-то счастливые моменты случаются вашей жизни так интерес когда 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 у вас есть какой-то интерес либо вы заинтересованы в ком-то либо в чем-то что происходит когда есть интерес опять-таки королевы эмоции да на повторе идет мягкость вот почему я не люблю эту колоду потому что я ее не понимаю вот единственная колода который я ее не понимаю знаете как театр кукол как этот ассоциация у меня идет как буратино деревянный до без без эмоциональной вот у меня нету никакой связи с этой колода вот я как этот дерево как 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 тупость некая такая идет я ничего не понимаю вот по этой колоде хотя хотелось использовать ее как оракульную так в чем удача здесь дам интерес скорее всего когда вы заинтересованы чем-то и наполнены эмоциями и при этом не ожидаете то возможно здесь идет реализация вашего желания вот как-то так могу это проинтерпретировать вот здесь вот у меня сомнения по этой интерпретации потому что я не это самое не не понимаю здесь эту колоду так солнышком перекрою это была вторая позиция и мы переходим с вами к позиции позиции номер 3 зелененькому камешку троечки не буду я вас смотреть на колоде театра кукол ей не понимают так смотрим значит осознаете ли вы насколько вам везет осознаете ли вы насколько вам везет вы знаете я бы сказала что вы не тот человек который вообще обращает внимание как-то на удачу здесь человек какой-то такой вот мне идет достаточно приземленные человек который привык опираться на себя вопрос удачи он для вас какой-то такой здесь вопрос ответственности я бы так сказала то есть не удача а вот результат то есть результат какой-то мне показывает работы то есть если я что-то хочу мне просто нужно это брать и делать вот вы как человек который не полагается как-то на удачу на какую-то фортуну меня так не здесь показывает еще раз прошу но хотя бы понимаете ли вы насколько вам везет по жизни ну я бы сказала что как-то вот по мелочам на то есть не так много возможно просто если везет то какая-то мысль придет либо какое-то начинание вот здесь здесь как будто вы знаете даже и человек который ну вот какая-то неуверенность здесь присутствует там неуверенность я не могу сказать что вы не не неуверенный человек на нет здесь это даже не связано с характерным почему-то какой-то вот здесь даже не отрицание удачи а вы об этом как-то вообще не думайте но нет у вас таких категорий там удачи неудача у вас есть надо значит поставлю цель поработаю получу вот как какими-то такими категориями вы у меня мыслите вот а если есть опять-таки удачи то это только вот какой-то идеи вот каком-то вот только зарождение в зачаточном каком-то таком моменте либо если есть удачи то вот в каком-то предложении можем ли так когда вам кто-то что-то предложил но опять же таки да вы как-то это списываете не на удачу на то что вот как-то я это заметил да то есть я захотел я это заметил поэтому мне сделали предложение то есть вот здесь больше человека ответственный здесь не не про фатализм как то если так можно сказать да здесь даже и человек который говорит себе о том что я как-то самостоятельно свою судьбу создаю не то что что-то прописано приписывать человек реалистичный реалистичный здесь как-то так так ну-ка давайте посмотрим а в чем вообще вам везет а везет и вам в чем-то по жизни ну вот ведь мне карта показывает что здесь как будто бы везение нету здесь скорее всего вашу позицию показывает не то как есть на самом деле хотя давайте я посмотрю сейчас как на самом деле потому что есть такое ощущение что здесь люди прагматики которые говорят все зависит от верности правильно принятого решения вот как ты так то есть даже если везет в чем-то это опять вы говорите о том что я правильно приняла решение вот правильно верное решение как-то приняла поэтому а как на самом деле да то есть это понятно это ваш позиция на самом деле вы везунчики но я могу предположить что вот вам везет как-то в деньгах опять же кто-то скажет что да нет такого нет я наоборот это зарабатывает там вот в калово ну король-педакль говорит всегда про изобилие то есть по крайней мере ну я не знаю опять же таки здесь у меня такое знаете двоякое ощущение то есть с одной стороны что мне показывают карты и одновременно я ощущаю вот тех слушателей до либо зрителей кто меня смотрит и вот как-то ну не соглашаются здесь одновременно то что то может то есть карта говорит о том что полный стол как минимум в еде да есть разнообразие вы себя не ущемляете и одновременно мне идет информация что кто-то скажет да нет вот я как-то ну экономлю например на еде если так то это вот как-то в минус но здесь карта почему-то показывает по королю педакли что здесь человек возможно не знаю умеет как-то зарабатывать здесь связано с материей и связано с деньгами давайте еще уточню да в чем ваша удача ну вот шестерка педакли ведь опять материя пошла возможно вы умеете вы знаете здесь как если даже это не кто-то скажет что у меня сложно с финансами возможно вы умеете получать какую-то выгоду с помощью других людей то есть это как может быть это может ли быть реализация каких-то ваших проектов желаний через других людей то есть там не знаю познакомились с кем-то вы пишете книгу вот познакомились с кем-то и человек оказался там редактором да либо у него есть какие-то знакомые в издательстве и вы ну благодаря этому человеку да сможете как-то опубликовать книгу то есть как-то вот чужими руками вы можете реализовывать то что вам необходимо какая-то выгода вот идет выгода физическом плане что это за выгода вот что это за выгода в чем выгода возможно вы получаете как-то ответы на свои вопросы с помощью кого-то да какая-то выгода через здесь идет то через других людей либо вы кому-то помогаете да здесь не только вот корысть может быть но выгода знаете каким образом там я не знаю в союзное время я знаю что сейчас я не знаю как вот я знаю что медики ну не так много денег получали потому что я помню что моя мама была медсестрой вот и как сейчас принято говорить подработки до подработки были хотеть делать уколы там по кварталу где мы там жили либо еще что-то вот я помню что мама никогда не брала деньги за то что она делала уколы но вот люди знаю благодарности до давали еду я не знаю там варенье соленья какие-то там колбасы вот что-то такое поэтому сказать что напрямую в этом есть какая-то выгода нет ну то есть человек не делал уколы не оказывал помощь для того чтобы мог там кто-то что-то подарил но при этом косвенно благодарность присутствует то есть вот здесь какие-то такие моменты могут быть получаете ответы на какие-то вопросы с помощью других людей здесь то есть сбор информации здесь также может быть что вам подсказывают как-то по поводу планирования вот мне идет здесь не знаю то ли бухгалтер то ли ну то есть человек который работает как-то с цифрами с документацией цифрами и вот кто-то вам показывает не знаю здесь это может быть даже еще работа за компьютером да то есть какие-то вот экселевские таблицы всегда есть человек который который можно обратиться и он как-то подскажет подскажет поможет спланирует может быть есть какой-то наставник до которому в любой момент можно обратиться это человек подскажет даст даст ответ на вопрос который вам необходим но опять же таки здесь смотрите как вы это можете рассчитывать ну то есть люди которые загадали третью позицию могут это рассчитывать что это вот моя заслуга да то есть я я попросил поэтому мне помогли но вот как будто бы с точки зрения вселенной в этом заключается удача да то есть найти правильного наставника там мецената помощника который вот как-то поможет подскажет даст ответы на вопросы это тоже удача потому что такого человека найти чтобы еще и была и польза от него да то есть человека найти наверно не сложно вот не все оказывают ну дают результат вот вы наверное считаете что это моя заслуга да потому что я совершаю какие-то определенные действия а вот как будто бы карты показывают мне энергию что это удача на самом деле поэтому ну вот самого начала да здесь энергия такая пошла до когда человек говорит нет это моя заслуга а вот а вселенной говорит ну ну это ты так думаешь на самом деле это я руку приложила то есть вот здесь какой-то такой знаете диалог идет мифические между вами и вселенной ну давайте еще одну карту вытащу потому что мы под другим колод по другим позициями я вытаскивала театр кукол но сегодня я его вообще не вижу поэтому я вытащу на этой колоде в чем ваша удача а знаете здесь еще может быть такая удача пятерка жезлов здесь говорит о конкуренции о спорах причем так интересно вы возможно сидите долгое время вот какой там своем комфортно привычном этапе уровня развития и вдруг приходит какой-то человек и берет вас на слабо либо дает вам ну бросает вам какой-то вызов вы вообще не планировали там этим заниматься либо как-то вот идти в это направление но вот что-то знаете вот этот вот ваш дух авантюризма либо какого-то такого адреналинщика да притянул к себе такого человека который вам бросает вызов либо создает какую-то конкуренцию вот благодаря вот этому вы начинаете действовать активничать и получаете необходимые вам результаты то есть вот здесь еще такой момент тоже может быть то есть когда вам бросает перчатку кто-то да либо непосредственно сама сама жизнь да как-то вот берет вас на слабо но есть такое знаете такое чувство что у вас есть как некое такое партнерство вот между вами и вселенной здесь возможны люди которые напрямую общаются с лены но на ты то есть есть например если бы мы говорили по первой позиции там люди например в иерархии да и они общаются например с вселенной вот на вы да то есть но скажи ты то есть уважение какое-то а здесь вот как знаете как на равных вот прям а могут быть идти какие-то торги да когда что-то хотите попросить у вселенной да то есть не с каким-то таким благоговением либо уважением в состоянии блаженства но вот и вот как-то больше меня а здесь вот как-то на равных и я вам скажу больше что вселенной нравится такой подход да то есть здесь нету эгоистичного какого-то такого момента то есть она понимает здесь человек как-то знаете такой воин духа и поэтому не приемлет такое там что-то возвышаться над ним либо унижаться на то есть позиции над либо позиции под вот народ на равных и вот у меня такое ощущение что если вы разговариваете с пространством вселенной неважно как это называется у вас идут такие торги например вы говорите так хорошо мне надо вот это сделать давай договоримся так я сделаю вот это а ты мне взамен дашь вот это и самое интересное что это работает это работает и вселенная вам это дает здесь у меня так знаете вот если если бы все-таки вселенная либо пространство было человекоподобным да вот если была какая-то как этот форма человека до в образе человека то я бы увидела здесь такого знаете достаточно зрелого персонажа мужского пола как в роли мудреца тире родителя который улыбается который улыбается то есть в плане того что вот он как будто бы смотрит на свое дитя и там от дитя что-то там требует приходит маленький мальчик с деревянным этим как его мечом и говорит сейчас я буду тебя убивать дракон вы что такое вот сидит этот дракон значит смотрит на это чудо вот и улыбается почему потому что ясное дело что силы несопоставимые но вот за храбрость до хочется сказать за храбрость за отвагу за то что все-таки решился и пришел этот маленький мальчик убить этого дракона дракон ему говорит хорошо я тебе дам что ты хочешь то есть там надо золото на котором я там чахну либо охраняю я тебе дам и дам даже больше просто потому что ну вот ты решился на это да вот вот здесь какая-то такая позиция у меня идет немножечко сказочно вышло но в вашем случае вот люди действительно такие отважные храбрые и это тот момент что знаете иногда говорят наглость второе счастье вот здесь ваша позиция может для кого-то показаться что это наглость а для вас это покажется вполне естественным да ну то есть не знаю как например лампа аладдина вылазит оттуда джин и говорит загадать три желания и вот вы говорите так одно вот такое второе такое а третье желание это я хочу иметь на постоянной основе например тебя в своих услугах и чтоб ты мне там есть на еще сотню желаний реализовал желание желания человека то есть джин должен это выполнить вот что то здесь такое кто-то скажет блин ну это же вот прям наглость а ничего кто разве кто-то запрещал нет а если не запрещено значит разрешено вот это вот ваша как раз ки такая позиция очень интересная забавно мне мне понравилось мне понравилась такая энергия ваши двоечки и троечки такой у меня был сегодня для вас расклад немножко хотела наверное полегче сделать да как этот разбавить разбавить расклады легкостью думаю у меня получилось пишите свои комментарии я повеселилась этих энергий было бы очень-очень забавно прощаюсь всем пока пока